Всем привет! Сегодня мы с вами разберем партию между Юрием Львовичем Авербахом, здравствующим и поныне классиком и аргентинским шахматистом Оскаром Панно. Партия была сыграна на всемирной шахматной олимпиаде в Буэнос-Айресе в 1954 году. В староиндийской защите Юрий Львович применил систему, которая носит его имя, систему Авербаха. Основная идея такого порядка ходов заключается в том, что после Е5, ДЕ, ДЕ, Ферс бьет Д8, Ладья бьет Д8, Конь Д5, белые выигрывают материал. Конь связан, висит на С7, в черном плохо. То есть, в отличие от классической системы, у белых слон вышел на Ж5 вместо коням Ф3. После С5, белые захватывают пространство, следует ход А6, черные хотят перевести партию в русло волжского гамбита или, как называют на западе, гамбита Бенка. Ходом А4 белые этому препятствуют. И вот в этой позиции черные делают просто слабый ход Е7, Е5. Дело в том, что черные теперь лишены активной игры. У них нет игры на керзьевом флангах, а после сильного хода Ж2, Ж4, выясняется, что и на королевском фланге атакуют белые. После Конь Е8, Х4, Ф5, Х5. У черных огромнейшие проблемы. Угрожают вскрытие линии Ж, потом вскрытие линии Аш. Следует еще один такой вот ход подозрительный, Ф4. И белые готовят размен белопольных слонов. После слон Ж4, после чего ферзь быстро попадет на линию Аш. Эта позиция объективно уже проиграна у черных. Но, как это неудивительно звучит, в 1956 году, то есть через два года после этой партии, через два с лишним года, в чемпионате СССР 1956 года в Ленинграде, эту позицию против Юрия Львовича получил Борис Васильевич Спас. Будущий чемпион мира. Баски сыграл здесь Ферзь Д8. И после Конь Ф3, в планах белых взять на Ж6, сыграть Король Е2, Ладья Аш4, и потихоньку заматывать по линии Аш противника. Борис Васильевич здесь сыграл Конь С6. Такой психологический удар. У белых появилась лишняя фигура. Но над взятием на С6 Овербах, как я читал в книжках, думал более часа, в итоге залез в цейкнот и чуть не проиграл партию. То есть, пока что все разумно. Ну, для чего черные отдали коня? Они взяли под контроль поле Д5. Смогли своего плохого коня перевести на отличное поле Д4. Мата пока что не видно. И вот, да, вот в этой позиции Юрий Львович должен был просто дать шаг на Аш8. После чего партия выигрывает. Можно, кстати, вместо Ладья Б8 Ладья Аш7 шаг дать. И тоже белые выигрывают. Но, тем не менее, Борису Васильевичу удалось оказать упорнейшее сопротивление. Вот так вот, просто отдав фигуру за пешку. А аргентинский игросмейстер сыграл в этой позиции Ладья Аш7. И после слон Ж4, белые, то есть, ход кольца 6 ему в голову не пришел. И белые уверенно замотовали. Король Е2, Ладья Аш4. Вскрыли линию Аш. Строили тяжелые фигуры на этой линии Аш. И защиты у черных уже нет. От чего защиты? От взятия на Ф4. То есть, черные пытаются получить контр-игру. Но теперь, после взятия на Ф4, нельзя брать. Так как последует Ладья Аш4. И черные отдадут и только что выигранную фигуру. И еще немало материала. То есть, белые добираются до черного короля. Ну и после Ферзь С7 последовала пара ударов. Ферзь Аш2. Брать на Ф4 нельзя из-за Ферзь ГТФ4. Ферзь Аш3 угрожает. Ферзь Е6 мат в один ход. И после Ладья бьет Ф8. Белые приступили к избиению короля. Угрожает Ладья Аш8 мат. Угрожает. Конь бьет Ж6. После Ладья бьет Ж6. Ферзь Бьет Ж6. И нет защиты от Ладья Аш8. Снова нельзя бить на Ж6. За Ладья Аш8 шаг. Ладья Ж8 и Ферзь Ж6 мат. И в этой позиции Оскар Панно признал себя побежденным. Очень интересная партия. Поучительная. На тему того. Это сейчас многие знают. Как не надо играть против системы Авербаха. А тогда не знали. И партия безусловно входит в классическое наследие в жахтах. В 50-е годы прошлого века в Строиндийской защите Юрий Львович Овербах начал регулярно применять новый для того времени план. То есть вот ходы которые вы только что увидели. И позиция которая стоит на диаграмме. Это теперь называется система Авербаха. И с 26 июня у меня стартует следующий этап тренинга по Строиндийской защите. Во время которого мы будем наигрывать из-за белых и из-за черных позиций возникающие в системе Авербаха. В употреблении белыми этого варианта замечены такие сильные шахматисты как Иванчук, Мамедьяров, Карлсон, Крамник, Каспаров, Карпов. То есть Коробов, ну и множество других сильных шахматистов белыми. Черными если вы играете Строиндийскую защиту, вам тем более надо знать как играть в таких позициях. Подробнее о моих тренингах можно посмотреть здесь. Расписание тренинга по системе Авербаха вы сейчас видите на экране. Если есть желание принять участие в тренинге, пишите на почту. Это вот подо мной. Технический директор вышлет вам все подробно. Стоимость участия в тренинге остается антикризисной. Полторы тысячи рублей более чем за 14 часов работы с гроссмейстером в режиме веб-конференции. Плюс 5 тематических турниров. В тематических турнирах могут принимать участие абсолютно все желающие. Это бесплатно. А вот разбором партий и прослушиванием лекций с планами белых, черных, с обсуждением этих планов сторон, с разбором классических партий, с ответами на вопросы, мы будем заниматься только с участниками тренинга. Спасибо за внимание. До свидания.